Что нужно делать с родителем, у которых потерялся ребенок? Какой правильный алгоритм действий? У нас даже есть это все дело в инструкциях, мы уже это все проработали. Первый пункт, это сразу необходимо обратиться в полицию. Нету никаких трех суток, это миф, которого никогда не было, и нету никаких трех суток, сразу идем в полицию, подаем заявление. Второе, мы вспоминаем, во что был одет, ищем его свежую фотографию. Это очень сильно ускорит поиски. Третье, мы обращаемся к волонтерам, к поисковым отрядам, которые тоже быстро подключатся к этому поиску и помогут. Но если будет вся информация, это очень сильно ускорит поиск. Ну, полиция приступает к поискам, да? Да, да. Да, но мы же с вами понимаем, что большое количество людей полиция одномоментно вот так по щелчку не сможет собрать, а волонтеры могут. Поэтому ищем волонтеров в своем регионе. В том числе, да. То есть используем, задействуем все каналы возможные, которые могут помочь найти этого ребенка. Это полиция, это волонтеры. Подключаемся сами, начинаем обзванивать, собирать список друзей, может быть, у кого-то он сейчас находится. И, соответственно, все вместе, координируя эти действия, я думаю, что мы быстро найдем ребенка. Я участвую, я и организатор, и сам участник, и часто бываю координатором поисков. Поэтому опыт, конечно, есть. И есть интересный случай, да, наверное же, интересный случай, интересно. Нас очень порадовал один мальчик, который потерялся в Иркутской области. Пошли они за Черемшой, обратно возвращались, разделились, уперлись в бурелом. Одни пошли направо, он пошел налево. И в итоге он потерялся. Три дня его искали, он делал все, чтобы его не нашли. Ну, он об этом, на самом деле, не задумывался. Но он шел, подходил к дороге, смотрел, ну, там, направо-налево. Ну, пойду налево, на следующий он уходил направо. То есть не было какого-то понимания, его искали даже вертолетами. Благодаря вертолету его и нашли, он увидел вертолет и пошел, куда вертолет улетал, туда пошел. Но он перешел реку, это прям нельзя. Ну, то есть он, во-первых, мог утонуть, потому что, ну, это обманчиво. Ну, там, течение прям очень серьезное. Во-вторых, мы не искали его за рекой, потому что это естественный ограничитель. То есть он сделал все, чтобы его не нашли. Но, к счастью, нашелся живой на второй или третий день, уже не помню. А сколько было лет? 15. 15. Мальчик городской оказался в деревне, ну, вот, и был прям неподготовлен. Вот, чтобы вот как раз такие случаи не повторялись, мы проводим обучение. И первый совет, мы говорим, если ты потерялся, сядь на месте и сиди. Потому что искать будем там, где потерялся и ближе. А чем дальше уходит, тем больше радиус у нас увеличивается. Вот, и искать уже, площадь значительно увеличивается. Искать сложнее становится. Ну, и пожелайте, пожалуйста, какой-то совет или пожелание, может быть, для родителей. Я бы посоветовал родителям чуть-чуть больше уделять времени на обучение, развивать подростковую безопасность. Что делать, чтобы не потеряться? Выучить телефон кого-нибудь из родителей, установить определенные правила. Сделать все, чтобы ребенок, все это начинается с нас, с родителей. Но если мы сами этого не делаем, то ребенок, соответственно, тоже сам не научится.